С этого указа Сената 1851 года начинается история Самарской губернии. Жизнь региона с первых его дней и до настоящего времени в документах и книгах представлена в областной библиотеке. 165 лет назад Самара из уездного города превратилась в губернский. И уже тогда, говорят историки, горожане отличались горячим нравом. Самарских хулиганов за их горячность называли горчичниками. Хотя изначально так прозвали всех жителей, вовсе не из-за их темперамента. В свое время самарцы, в начале 19 века, выращивали стручковый перец. Потом терли его до состояния порошкообразного, получалось что-то наподобие горчицы. И в народе так и называли горчицу, с которой с удовольствием приобретали не только самарские христиане, но и приезжие из соседних губерний. Потом самарцы переориентирулись на более доходные виды промысла, а название горчичники осталось. В Самарской губернии росла, развивалась и за свою историю не раз ворвалась на первые позиции. Именно здесь было организовано первое в России земское собрание. Открыта первая в мире кумысо-лечебница. Построена первая на территории современной России пастеровская станция, лечившая от бешенства людей, укушенных животными. Сотрудники библиотек и архива постоянно проводят работу по поиску новых фактов из истории губернии. Работа библиотеки, архивы направлены, особенно в такие массовые мероприятия, они направлены как раз на то, чтобы заинтересовать все-таки более широкие круги. А если будет интерес, то и будет, как сейчас любят говорить, и патриотизм расти. Ко дню рождения губернии библиотеки выпустили книгу обо всех знаменитостях, что посещали Самарскую область за всю ее историю. Познакомиться с ней на выставке можно будет до конца зимы. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова